Всем привет! Лето куда-то побежало галопом, почти везде летняя жара и солнце. Казалось бы, только вот конец мая, и меня внезапно посетила мысль о не сделать летний Project Pen, как бах, и уже от июня почти ничего не осталось, и самое время подводить результаты первого месяца. Поехали! На самом деле, ультраинтересный выдался июнь в косметическом плане, потому что начало месяца было такое, как будто пришла осень. А заканчиваем мы июнь с жарой за 30 градусов, все прям ревущие от нее. Вот буквально пару недель назад кричали, дайте нам лето, когда же будет лето, сейчас пришло лето. Сижу, боюсь выйти из дома, чтобы не обвариться. Так что в конце июня оказался очень востребованным SPF 50, потому что солнце, вагон и маленькая тележка, и я только начала пользоваться вот этой пудрой. Набираю ее мягкой кисточкой, чтобы не допустить перерасхода. Мягкой кистью от Ekatools, потому как я ее перестала обнаруживать в продаже. И вот так вот получается. Думала, ее использую этим летом, куплю свежую. Теперь, если не использую, оставлю на следующее лето. Мне очень не нравятся эти пудры. В жару шикарно себя ведут. Поэтому Project Pen как проект панорамирования, рассматривания, изучения косметики. Да, как Project Finish убийства косметики ради убийства. Нет. Еще, по-моему, не валяется на канале судьба этой палетки, как она дошла до жизни такой. Так что будет это видео. В жаркие дни у меня макияж свелся практически... Чуть меня на зеленый потянуло. После разбавления маслом этих рефилов, они чуть-чуть потеряли устойчивость, и кое и так у них не супер много. Я еще, видите, тут добавила чуть-чуть рефильчиков. Но мы их не будем считать участвующими в Project Pen. Все-таки в русскоязычном сегменте все хотят каких-то результатов. За июнь уже, по-моему, вот в этот рефил. Дитя мое сунуло свои с шаловливые ручки. Там вроде немного средств, но даже маленький ребенок до дна не докопался. Бронзер начинает у меня идти хорошо. Вот этот розовый оттеночек мы уже взяли в Project Pen. И бронзер. Очень хорошо идет. Для бронзера главное правильно найтись, чтобы не передозироваться. Лето же только началось, поэтому пока супер загар мы не рисуем. Ну как только началось. Месяц-то один мы уже провожаем. Видите, все равно сильно мазанула. Сказала сильно не рисуем. И нарисовала на всю щеку поддельный нагар. Но все круто. Все круто, потому что мне все нравится. И сейчас той же кистью чуть-чуть вот такой странный розовины добавим. А это более плотный рефил. Это родной рефил Revolution. Его так просто тонкой кистью не нанесешь. Значит, берем более плотную кисть. И натираем. Вот, я им пользовалась за месяц несколько раз в качестве теней. По-моему, даже в какой-то макияж на видео попал этот рефил. Еще здесь классный розовый. Видите, он замыливается. Рефил не глубокий. Так что при таком использовании, если только им пользоваться, в нем очень быстро может появиться донышко. Вот. И бронзер, видите, уголок там чуть-чуть средства выпало. Но он целиком сделан мной из старых теней. И еще такой я буду делать. Поэтому его я использую вообще не жалеюча. Удачный цвет получился. У меня еще есть тени, из которых можно получить такой удачный цвет. Такой удачный цвет. Очень активно идет. Так. Продукты для губ. Два блеска у меня прям поселились в сумочке. Я в зару начала ими активно пользоваться, по губам проходиться. Вот этим суперкрасивым средством H2O я воспользовалась буквально один-два раза. мне пора идти вмешиваться. Вот. Это я, получается, какой-нибудь третий раз воспользовалась. Хоть тут один миллилитр. Но вон уровень только-только вот, если очень сильно сосредоточиться, можно какой-то посмотреть. Постоит вертикально, увижу уровень, отмечу. Вот этот темный цвет я, по-моему, один раз за месяц использовала. Тут есть небольшой уровень, поскольку за все время существования это средство попадало ко мне в использование. Вон я его пометила. Прям совсем небольшой. Может быть, в августе, ближе к осени наступит его время. Два вынутые из-за кромов средства в июне попадали несколько раз в использование. Тут, видите, небольшой пузыречек появился, а до краев было вообще оно налито. Если бы оно сейчас лежало не горизонтально, вертикально, наверное, целиком этот пузыречек ушел бы под золотую надпись. И все, ничего бы никуда не попало, ничего бы мы не увидели. Очень я, оказалось, люблю прозрачные блески с голографическими блесками. Прям жирно даже. Добавим еще блеск-треск на губы. Чтобы на лице блеск-треск и на губах блеск-треск. Я сегодня сейчас пойдем сразу прогуляться, пока еще утро и не жарко чуть-чуть. Возьму с собой в сумочку. И, может быть, к концу лета мы там какой-то уровень отметим, как-то я им попользуюсь. В сумке у меня живет вот такой блеск от Tarte. Уровень я отметила где-то в районе второй недели июня. Поэтому это не совсем Start Project Pen. Он у меня чаще всего попадает сейчас в использование. В жару мне нравится чем-то таким блескучим покрывать губы. И не сохнут. И вроде как солнце должно отражаться. Прям вот супер. Я думаю, еще он постоит. Тут появится какой-то уровень. И его тоже можно будет отметить. Но вряд ли он сильно будет отличаться от этой линии. Поэтому в июле я еще его поиспользую. И окончательно, наверное, следующая черточка появится только к концу Project Pen. Кто меня постоянно смотрит, знает, что я совсем не истребитель продуктов для губ. То, что вообще хоть в чем-то появляются из них уровни, это уже интересная эволюция моих привычек. Поскольку так вот прям красить губы интерес у меня появился только сильно. Да, так вот, за 30. До этого его вообще не было. Ну и другой житель, поселившийся ко мне в сумку. Они из одной серии. Третий из этой серии блеск я вообще решил своей родственнице подарить. Потому что ну уж слишком много. Я сейчас пытаюсь понять, появился ли там уровень какой-то. Тоже, наверное, пока этот его сменит в сумочке. Постоит, может быть, появится что-то, что можно будет обозначить. И к концу лета, может быть, мы увидим в нем какой-то результат. Что не просто так он у меня полежал в запасах, а теперь попал куда-то в использование. Но не факт. Опять-таки, я говорю сейчас, пока жара, они у меня пошли. А так обычно. Я, видимо, покупаю, чтобы лежали, глаз радовали. А сейчас хотя бы выложила на туалетный столик. И они у меня на туалетном столике глаз радуют, хоть не внутри. Как я организовала себе расстановку кучи продуктов сверху маленького туалетного стола. Очень так вписанного прям вот в угол за колонну в комнату. Смотрите видео уже на канале. Активно набирает просмотр. Мне удалось сделать суперорганайзер для себя. Так, ну еще в этой части глянем наш бездонный продукт. Наливное средство для губ и щек от Фаберлик. Оно с большой-большой дыркой. Нет, это солнечный зайчик отсвечивает от моей лампы. Это не дно. Я продолжаю думать, что в этом средстве дна нет. И там откуда-то из розовой дыры розовая субстанция поступает в эту баночку. Поскольку я очень активно всю первую половину месяца практически вот каждый день без перерыва чуть ли не в обеззаловку наносила эти румяна на щечки. И просто, что называется, они мне опять надоели. Когда я с ними только познакомилась, я год пользовалась. Нарадоваться не могла. Но сколько можно. Наверное, Фаберлик и вывел этот продукт. Потому как все, кто купили, они порадовались, разрекламировали другим. И что продукт понравился, что не понравился, повтор покупать. Вот реально у меня одна подруга заказала повтор. Подруга меня сильно старше. У нее дочка меня совсем чуть-чуть там младше. А то, может быть, и не младше. Я помню, все-таки младше чуть-чуть. В общем, дочка у мамы просто конфисковала эти румяна. Сказала, мама, иди купи сеновый, я тебе эти не отдам. Вот она у меня только вот заказала вторые такие. И потом в стике взяла в запас. И уже после этого у нас осенило. А зачем она брала в запас? Это же реально не использовать. Вот просто настолько пигментированные продукты. Крутые, классные. Но если ты купил один, второй тебе уже не нужен по факту. Так, что еще можно показать? Еще было заявлено три палеточки маленьких там сухих продуктов. Вот это Скульпты Глоу я не использовала за месяц. Практически нисколько. Может быть, я брала один раз и забыла об этом. Но вот больше нет. Поэтому считать ли это до сих пор участником проекта или нет. Вот при вас наношу сюда. Вот. И, наверное, для рассмотрения сухих рефилов переключимся в формат с руками. Пошли. У каждого бьюти-блогера должен быть свой сосед с ремонтом. Совершаем, очевидно, невероятное. Пытаемся таки доразобраться с первым месяцем Project Pen. По-моему, очень здорово. В жару я сняла апдейт вот этой палеточки. Вот она, красавица. Может быть, там было плохо видно. Сюда я спрессовала остатки одного коричневого и одного чёрного. Чёрный был из палетки Эльф. Скорее, тёмно-серый. А коричневый был из какой-то китайской палетки. Вот пусть они будут чуть-чуть так разбавлять эту блестящую гамму. Но так и помним, что вот эти два цвета у нас участвуют в Project Pen. И, по-моему, вот эта вот шестёрочка реанимированных рефилов. Эти два тоже тут за компанию. И очень красивая бронза. Эта перепрессовка нескольких оттенков тоже просто так тут лежит. Сегодня на календаре уже 29 июня. Прям совсем конец-конец. День после тропического урагана в Москве. Прям сижу с закрытым окном и совершаю очевидное невероятное. Вот без какого-то задора и дикой радости села это снимать. Ну, потому что всё благоволит. Но вот действительно после плюс 38, плюс 22 оно как-то ощущается холодно, печально. И если вам кажется, что я торможу, нет, вам не кажется какое-то просто общее пришибленное состояние. Так, завтра... Ой, тьфу ты! Какое завтра? Ну, может быть, завтра тоже так будет. Вчера, вчера по адской жаре с утра схватила всё-таки эту палетку и всё-таки поставила под самую высокую точку брови белый-белый яркий блик. И чуть-чуть лазила вот в этот рефил на загорелой коже. Прям вот видно, насколько это холодная нежелтящая тень. Фокалюр 0,2 номер. Палеточка, слушайте, если вам не хватает таких продуктов, продолжаю её рекомендовать. Не бросается в глаза, видите, абсолютно тень, но тушуются прям до тени. Не использовала мало, только не использовала много. Слушайте, точно, хоть переделывай дубль. Уф! Не использовала много, потому что мне очень-очень хотелось попрощаться красиво с палеткой Moco Latte от Avon. Видите, здесь второй цвет. Его можно и как тени наносить, причём некоторыми кистями. Он прям неожиданно ярко ложится на глаза и на некоторые подложки из консилеров и тональников. А на других его можно прям как классный скульптор растушевать. И всё, что я не успею вычерпать из этого рефила до конца года, скорее всего, пойдёт в какой-нибудь скульптор или бронзер. В бронзер точно пойдёт третий цвет. Я его уже пробовала в жаркие дни наносить просто кисточкой, как бронзер. И удивлялась, почему, когда я перепрессовывала бронзера, искала, чтобы туда засунуть, вот эту вот холодную блестяшку с мелкими-мелкими блёстками я не засунула. И тоже, это ни в коем случае в урну не пойдёт. И мучиться разбирать четвёрку Эйвен на рефил я больше не буду. Я это соскоблю в бронзер. Может быть, в тот, который теперь живёт в палетке Спринклс. Это светлый цвет. Я где-то здесь вставлю обязательно картиночку, какой здесь вообще был слой хороший. Я его активно и в хвост, и в гриву, и под бровь, и как пудру под глаза яркую. Вот его будет хорошо видно. Здесь уже замыливается. Его хорошо будет видно вот здесь на выступающем участке. Он как блик может работать. Как очень нежный хайлайтер и по чуть-чуть, как подсвечивающая пудра на тёмный круг под глазами. Но только надо сохранять умеренность, чтобы вот такого светлого пятна не получилось. И над тёмным рефилом я на самом деле просто издевалась. Видите, там даже следы от мокрого пятна. Там ямка, наверное, с прошлой пятилетки с активного использования этого рефила была. Мне стало очень интересно, как же другие бьюти-блогеры показывают в первый месяц шикарный результат и кучу донышек. И я просто сидела и кисточкой копала. То есть вместо одного своего обычного нежного движения, когда вот тюк, я чуть-чуть подбираю цвет и чуть-чуть наношу, куда мне надо. Если не хватает, то добавляю. Я прям конкретно набирала на кисть и в многие дни конкретно рисовала такую широкую стрелку, распушованную этим цветом, и увидела здесь дно. Ну, у меня очень много вот такого базового коричневого в разных исполнениях. И этот объективно не самый лучший по пигментации, тушуемости, стойкости. Помол здесь достаточно бледный. Если его развести, кстати, вот с этими другими двумя цветами, может быть, он тоже может уйти в перепрессовке в скульптор или еще куда-то. А может быть, я его просто выкину, потому что базового коричневого у меня объективно много. Его судьба все еще решается. А так-то да, так холодный, коричневый, базовый абсолютно мой. Пудру, как я уже показывала, я начала нервно экономить. Если кто-то знает, где от Physicians Formula купить вот такую пудру, SPF 30, минеральная пудра, голубенькая, сделанная в Канаде, 7,5 грамм, обязательно черканите мне. Поскольку не вижу ни на эфербе, ни в подружке, а планировала снова подкупить запасы. Вот хотела снова начать пасти какую-нибудь акцию хорошую на них или еще что-нибудь. И тут вдруг бах и нет. Пару лет, нет, даже больше, чем пару лет, просто в прошлом сезоне как-то особо мне не потребовалось. А так до этого еще Mineral Ver был набор из трех продуктов на iHerb, я его повторяла. То есть это сильно больше, чем пару лет, лет 5. Летом вот эти пудры компактные, они меня очень выручали. То есть это гораздо удобнее, чем таскать с собой минеральную пудру самодельную, рассыпчатую. Заменяет тон, заменяет крем от солнца. Шикарно ложилась, наносилась, страдаю. Видите, прогресс небольшой. И я прям вот особо рвение его увеличивать и не прикладываю. И теперь просто не буду прикладывать. Вот похолодало, и снова у меня в ход активно пойдут кремовые продукты. А начало июня, как вы помните, у нас тоже было, что под Москвой мы страдали. Ах, зачем нам уже осень? Ах, включите лето. Вот, и пока страдали, здесь я провертела донышко. Его немножко не видно. Вот видите? Тут надо просто подчистить. И вот оно, ой, вот оно там, донышко в тёмном консилере. Он как раз был и за такой, как сказать, кремовый, усугубляющий плотность и усугубляющий местами загарность используемых тональных кремов в начале месяца. И чуть-чуть в начале месяца я попользовалась светлым консилером. Пудру из этого набора я, по-моему, своим вниманием полностью обошла в этом месяце. Но у меня уже была в Project Pen конца прошлого года подобная палетка. Пудра ничем не примечательная, просто пригодная для фиксации этих продуктов. Если не будет использовано в составе палетки, совершенно спокойно будет вынуто и раздроблено, чтобы как-то дополнить с собой какую-нибудь пудру из остатков. Кстати, из слика вынимать вот эти рефилы вообще тоже дело неблагодарное, как из четвёрок Эйвон. Катастрофически, просто катастрофически гнутся и ломаются. Вот так вот. Так, ну и что ж, переходим и к самому интересному. Кто не видел начало этого проекта, посмотрите. Палетка была взята и по просьбе моих подписчиц, желавших, чтобы я именно с магнитной палеткой сделала Project Pen. Речка шла-то о Project Pen конца года, сентябрь и далее. А мне прям вот захотелось, да, когда написали, что хотят вот с этой палеткой, куда я убрала рефилы из одной китайской подделки. Ну, я подумала, а почему бы нет, поскольку палеточка вот так вот красиво мной украшенная собиралась не как палетка для использования, не как палетка в дорогу, не как палетка там рабочая, не на какой-то сезон, а именно как палетка хранилища рефилов, ну, как сказать, которые мне очень нравятся, ярких, красивых, но в настоящее время не активно используемых. И прям стало вот как вызов, что же можно ими изобразить на лице. И, честно сказать, я в восторге. На этой стороне каких-то вау-прогрессов мы не увидим, но я попользовалась вот этой штукой. Я не знаю, вы узнали или нет, вот сейчас набранное пальцем и нанесенное на загорелую руку, оно прям обнаружило и цвет, и блеск. Но в качестве пруфов у меня есть серия собиралок, и будут еще выходить в июле в собиралке, где я использовала рефильчик. Это Essence Lama Highlighter, пробник от него. И вот сейчас я увидела и цвет, и блеск. А, простите, где он дремал, когда я пыталась его выскрести? Вот отсюда, в своих макияжах, я что-то не поняла. Это прям подвох какой-то, этот хайлайтер. Я уже думала, сейчас скажу, что все, его раздробну, перепрессую в пудру, а тут бац, и цвета с переливами. Они что, спали? Они в зимней спячке были? Слушайте, реально, вот прям сейчас мне сочи так понравились. Вот правда, прям сейчас до этого у меня было отношение к тому, что люди вообще, я думала, как спрошу, как вы этой ламой пользуетесь? Где хайлайтер? А тут прям есть, и, ну, что называется, раз пошла такая пьянка, он в синий отцвет, вот они вместе дали прям приятный, холодный, вот красно-рыжий. Слушайте, ну, тогда до конца лета я еще активно им попользуюсь. Это, по-моему, Makeup Revolution тени. У меня подобного цвета много, и в разных других, да, это Freedom был такой у них бренд. Сейчас, к сожалению, нет. К сожалению, потому как качество вот этих рифилов, оно даже лучше, чем в более поздних палетках Makeup Revolution. И вот только я размышляла о том, что мне не хватает походного же цвета, надо лучше смотреть. Я перебирала другие палетки, искала, где какой у меня живет зеленый, а это вот Freedom, и он живет в этой же палетке. Надо было просто ее почаще переворачивать. За июнь я чуть не приобрела краклешки от Bronx бренда в L'Etoile. Этих краклешек что-то у меня в макияжах не было, но еще не вечер... А, мы это сводчили, вот это мы не сводчили. Еще не вечер. Этими шикарными краклешками я еще поделаю макияж. Почему я говорю, чуть не случилось приобретение. Была акция в L'Etoile марку Bronx, и у них красивая серия, посвященная планетам Солнечной системы и Нептуну. А это космик кракле от нашего любимого Revolution. Я очень-очень надеюсь, что Revolution все-таки возродят вот эту серию Pro с магнитными рефильчиками великолепного качества. Именно потому, что вот эту серию я первую заказала с сайта Revolution, а случилась моя любовь с этим сайтом. Были бы какие-то другие продукты мне заказаны, но не знаю, не знаю, сейчас увидите. Мои планы на некоторые рефилы. И поймете, что с Revolution очень неоднозначные сложились отношения. Так, иди, ну, доставайся. Вот, это тоже из серии Pro. Алаэ – это два Dreamcatcher, ловец снов. Смотрите, какой яркий. Какая вообще вот лама, прям такая деликатная-деликатная. И какой вот это хайлайтер видно из космоса. Слушайте, ну вот лапала я в том же Литуале Джеффри Старр хайлайтеры. Вот их по-всякому сводчила, чуть ли на зуб не пробовала. Вот кроме упаковки и имени сомнительного персонажа Джеффри Старр, вот чем они отличаются. Вот кто понял. Это очень старый, древний рефил. Моими подписчиками было высказано мнение, что это может быть Reflame. Но, по-моему, двушек от Reflame у меня от Родиас не было. По-моему, это все-таки двушка Эйвен. Вот эти два рефила, просто бронза у меня такого много. Боже, какая она мягкая, какая она крутая. И вот такая бронза потемнее. Ой, прям даже это не бронза, прям сияющая марсала. Это iFoils AGD Metallic 1 in my zone, в моей зоне. Вот этот вот, прям такая сияющая марсала. Это вот Revolution умеет такое делать, а почему не делает, кто его знает. Это, кстати, Essence. Да. Вот эту их серию, если помните, для собирания в их палетке. Вот я их раскрывала. То, что покупалось на всяких распродажах. Без распродажи меня жаба давила. А по распродажным ценам вот я прикупила несколько рефильчиков. У меня есть в коллекции. И, надо сказать, пигментация тоже очень и очень. Это у нас покинувшая серия Artvisage. Тоже пигментации очень и очень. И это Artvisage. Вот это очень старый Artvisage. На нем даже, по-моему, ничего не написано. Ага, вот это я там подписывала. 2014 год. Так, а тут я подписывала. Нет, ага, да. Фламенко, 2018 год. Так, мы вот эти два рефила обошли. Внимание. Вот это Limani. Самый провальный у Limani цвет. 52. Но вот такой лиловый, согласитесь, он у очень-очень многих брендов нифига не набирается так. Ну вот, видите, надо очень сильно фокусировать взгляд. Надо какую-то подложку под него, чтобы он как фиксирующая пудра цветная работал. Ну, кстати, может быть корректирующей пудрой вот такой лиловый, нежный. Ну, и такой чисто-чисто цвета очень классной пудры Refill. Кстати, как пудра, ложащаяся лучше, чем пудра вот из этой палеточки Sleek. Это тоже iFoils HD Matte Bar. Была такая пятерка прям матовых рефилов, и вот он оттуда. Всегда нуждаюсь в таких цветах, потому как в повседневные деловые макияжи активно их включаю. И получается, что вот прям это мои must-have. Вынула его из своей основной палетки, поместив туда золотой хайлайтер, похожий на вот этот, но вот в такой маленькой расфасовочке от Limony бренда. Пойдемте на другую сторону. Другая сторона, она была, так сказать, основной рабочей в этот месяц. И я в нее добавила несколько своих базовых цветов. К тому, что сюда было помещено, так сказать, на вечное хранение, без надежд попасть в использование. В ближайшее время вот этот базовый, он практически такой же, как этот. Ну, а этот из китайской палетки Focalure, и это как раз аплодисменты в студию дно этого месяца. Дна здесь не было. Он у меня хорошо шел в использовании наравне с самым светлым из Mokka Latte. Ну, этот матовый, а тут легкое подсвечивание. И я все-таки, посмотрите, активно прокопала тут дно. Чуть-чуть подкопала тут. И прокопала вот этот вечный рефил из палеточки The Nudes Maybelline. Помните такую? Да-да-да, у меня оригинальные рефилы из нее не закончились еще. И вот этот базовый коричневый тоже он оттуда, видите, он потемнее по пигментированию того, что мы видели у Avon. Вот поэтому их вместе смешивать не хочется. Цвет-то похожий, но разводить вот эту пигментацию до более светлой не хочу. И, кстати, вот посмотрите, насколько похожи цвета. Разница, вот что называется, в полтона, но для меня это основание не смешивать эти рефилы. Просто это Maybelline The Nudes, там видно, прям как в этой базе еще искорки добавленные. Maybelline. И вот я их обычно не смешиваю, я по очереди. То один, то другой. Поэтому вот этот большой вряд ли будет скоро с донышком. В качестве дневного хайлайтера, кстати, вот этот Лимани оттенок очень пошел. Видите, он гораздо более прозрачно ложится и на ощупь. Вот этот Maybelline, вот этот No Name Китай и вот этот Revolution, они прям такие, прям мягкие, жирные, рыхлые такие. Вот, а этот Лимани корейский, он прям вот чувствуется, как он такой тонкой-тонкой вуалью ложится. Я прям на ощупь вот их различаю, что называется, с закрытыми глазами. Люблю я светлые блестяшки, о них болтать могу долго и долго. Кстати, неожиданностью для меня было, что вот из этой подборки красно-коричневых цветов я могу понаделать кучу таких совсем выглядящих, как нютно, чуть-чуть под загорелом лице макияжей. Я открыла эти рефилы для себя заново. По-моему, я их все хотя бы по разу вот в этой части вот так вот навестила. Самым вот хитом стал этот. Так, ты что плохо так набираешься? Ты же на глазах великолепенно, шикарен. Так, ну, может быть, место неудачное. Слушайте, прям мистика. Он тут выглядит и не рыжим, и как-то плохо наносится, а на глазах вообще не было проблем с пигментацией. И он великолепен оказался для того, чтобы поработать транзитом с зелеными цветами. Этот, этот, этот и вот этот зеленый из палетки No Name прям вот вошли у меня в использование. Особенно тот, который набираю на мизинец, потому что опять светлая блестяшка. Видите, у них и с пигментацией все очень-очень достойно. Прям восторг. И нет ему пределов. И как раз вот с противоположной стороне, сейчас, надеюсь, никого не ослеплю, рядом хочется положить из Freedom Revolution цвет, поскольку я тут за кадром размышляла о будущности вот этого рефила. Почистили палец. Видите, такой травянистый зеленый. И не то, чтобы вот травянистые зеленые, как-то не очень востребованные у меня цвета. Я вам сейчас покажу еще, в чем фишка. Тадам, я вернулась. Фишка в том, что у меня есть от iMagic палетка Chalice. Есть еще внутренности от палетки Sprinkles Revolution. Тут цвета блестящие, тут матовые. Здесь они просто, поверьте на слово, великолепны. Ну, не будем отвлекаться на свочи. Здесь, конкретно в моей палетке, они ужасно набираются. Но у меня есть идея, как с этим бороться. Но это еще ж не все. Есть вот эта палетка. Я прошу прощения, у меня так и не дошли все еще руки ее помыть. И здесь цвета от Focalure. Вот. Этот цвет гораздо лучше набирается, хотя он в таком разбитом рефиле. Вот этот прям шикарно изумрудный. Гораздо лучше, чем вот этот работает. Этот цвет, согласитесь, гораздо более пигментированный. Вот. И у меня мысль почистить этот рефил, перепрессовать. Или с вот этим зеленым, чтобы получился какой-то третий вариант. Или с какими-то блестяшками, чтобы получить смесь цвета и блеска. И вот как-то использовать ненабирающиеся в оригинальной запрессовке цвета. Почти я не пользовалась матовым пыльно-розовым. Хоть без пыльно-розового я вроде как не мыслю в своих макияжах. Но он у меня плотно ассоциируется с рабочими мейками. И в течение этого месяца я там буквально вот как-то раз его тронула. И где-то вот в собирашках на видео. А зато я оценила вот этот рефил. А импакт HD Барнт Интервеншн. Он у меня очень много по жаре работал румянами. Наносила его очень нежной беличьей кисточкой по чуть-чуть. И по чуть-чуть в виде румяна он оказался шикарен. То есть можно пальцем вот так, а можно легким-легким румянцем. Так, вот этот розовый я не помню. Ты, по-моему, кто? Да, ты тоже Revolution и тоже из серии Eye Impact Candy Floss. Его я не трогала. Вот этот цвет от Limony я в каком-то, по-моему, одном макияже вспомнила. Как большую серую стрелку. Или, может быть, в двух. Влажные кисти, красавица. И пока все. Но вспомнила. Так бы без этого проекта он вообще полежал в забытье. Ай. Вот эти маленькие рефилы тоже из китайской палетки No Name. Ну, как-то они и не очень входили в использование. Зелененький от Limony тоже как-то пролежал. Зелененький от Faberlic пролежал. Вот этот пролежал. В июльской поездке у меня отобрался, кстати, такой гардероб, состоящий из розовых, голубых и бирюзовых сарафанов. Поэтому вот этот цвет должен пойти в использование, а в июне его не было в моих макияжах. Ну и вот эту рыжую рыжесть тоже я не трогала. Вот так вот продолжаем. Project Pen в смысле не Project Finish, а скорее проект по исследованию и использованию всех возможностей вот таких цветов, вот такой их подборочке. Да, я заметила, я вот этот синий обошла своим вниманием, но я и в течение месяца эту красоту обошла своим вниманием. Но поскольку, как я уже сказала, июль у меня будет, я надеюсь, все-таки продолжительная поездка к родственникам, и гардероб в ней будет ограниченный и по количеству вещей, и по своей гамме, так что синие цвета будут в фаворе. И розовые, и этот перекос в исследовании рефилов мы исправим. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь, жмите колокольчик, ну или делайте все, что вам хочется. Пусть любая погода этим непредсказуемым летом вас радует, а природные катаклизмы обходят стороной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok